всем привет в сегодняшнем видео обзоре я хотел бы рассмотреть с вами такое понятие как многоликость китайских стилей звериных стилей ушу я не буду затрагивать тэдзи цюань потому что это не боевое искусство это всего-навсего оздоровить комплексы оздоровительных упражнений гимнастик для людей я буду говорить именно о том что мы с вами видим сегодня по телевизору в интернете то что мы видели в начале 90-х годов в конце 80-х когда в советский союз особенно в конце 80-х китайцы привезли в советский союз различные вот эти вот винчун хунгар потом общего тэдзи цюань и преподавали это как великое боевое искусство вот смотрите просто смотрите сань да действительно достойный стиль достойный уважения и скажем так достойно уважения направления в обравшие в себя действительно самые эффективные боевые техники из разных стилей ушу а все остальное что нам показывают демонстрируют различные там вот как недавно было нас на канале ваду стиль собаки еще как-то несколько лет назад сталкивался стиль буйвола стиль лошади еще чего-то но это просто знаете это люди которые которые верят вот в эти стили просто напросто этим людям не хватает информации должной информации из настоящих источников нас но на основе которой они могут разобраться где правда а где вранье ну и конечно же эти китайцы которые каждый день придумывают новый стиль то ли стиль муравья то ли стиль блин таракана то ли еще кого это они просто пока находятся на волне подъема вот этой вот рекламы продвигающий все их стили вот пожалуйста смотрите вот что это такое вот что это такое это человек делает какие-то пасы руками передвигается вперед передвигается назад и выдает это за какой-то я даже честно сказать я не знаю как называется вот это вот ерунда но он пытается ее продавать как у стиль ушу вот этот вот тоже примерно такие же движения ну вот да хорошо допустим 50 60 лет ты можешь махать ногами поднимать их на средний уровень но но вот что это такое блин вот с руками ну что это чуть-чуть и стоит все аль чуть-чуть и звенчун чуть-чуть и хунгар немножечко из богомола и и что дальше это якобы какой-то новый стиль я вот просто не могу понять что движет теми людьми которые кидаются как ненормальные как одержимые заниматься вот такой вот ерундой которую преподают какие-то идиотские извините за выражение китайцы уж если на то пошло то смотрите сами вот это вот человек мне напоминает своими движениями вот этот художественную гимнастку на чемпионате европы или мира когда она бегать по этому ковру выполняет кувырки сальто наклоняется там садится на шпагат переворачивается крутится примерно то же самое делает вот этот вот человек он бегает выпадает ну не знаю мне сейчас что-то показалось что-то стиль гости и голуби или стиль какой-то там безумной чайки бля дерущийся со своими товарками за кусок хлеба елки-палки честно сказать с развитием именно интернет технологий с развитием вот этих вот всех видеотехнологий когда любой шизоидный любой любой больной человек может выдавать себя за какого-то супер гуру или супер психолога становится неудивительным тот момент тот факт что люди кидаются на всякую билиберду чтобы пытаться ее изучить почему они кидаются на эту дрянь я так думаю что скорее всего как я уже говорил в начале от нехватки достоверной информации до существуют записи существуют источники из которых можно узнать что скажем так китайские вот эти вот стили боевые стили создавались монахами создавались каким-то не знаю там кшатриями которые пришли из индии в китай и преподавали какое-то боевое искусство типа семь тысяч лет назад но то что мы видим на экране кстати сейчас вот это вот дядечка демонстрирует стиль журавля это его подельник который демонстрирует стиль журавля с холодным оружием ну вот смотрите ну и да да молодец ну хореография у тебя немножко хромает ну а так в принципе что я могу сказать вообще честно сказать вот да лучше конечно заниматься вот таким вот пускай даже несуразным неэффективным как бы восточным единоборством чем сидеть во дворе с другими такими же великовозрастными мужиками хлебать пиво с водкой и долбить в домино понимаете ну вот вы понимаете о чем я говорю ну да ладно вот смотрите это запись по моему в восемьдесят третьего года один из рекламных фильмов китайского кунг-фу который привозили в советский союз для того чтобы показать всю многогранность многоликость вот этих вот китайских стилей обратите внимание да вот здесь есть некоторые техники которые в личной самообороне можно использовать если конечно они будут доработаны до автоматизма потому что различные пасы вот как например вот эта вот девушка показывает до половина всей вот этой вот ерунды которую она выполняет она просто-напросто нигде не эффективно вот человек это знаете сразу вспоминается мой самый злейший враг в детстве это карпива мой меч самурайский это палка от дерева и вот этой вот палкой я убиваю своего врага карпиву примерно то же самое делает вот этот человек а вот это вообще блин знаете что раз тормошил улей хотел меда черпануть и пчелы на него напали бегает отмахивается от них знаете вот честное слово честное слово мне иногда не хватает не хватает понятия чтобы описать все что пришли все что я вижу вокруг себя все что вижу допустим на экране или на улице как люди пытаются выдавать за чистую монету какие-то движения приписывая этим движением якобы ну не знак гармонию с окружающей тебя природой да ведь благодаря китайской коммунистической революции именно те кто не скажем так что они патриархи нет носители действительно вот этих вот традиционных восточных китайских направлений они были уничтожены и то что мы видим сегодня на экране это различные комбинации взятые из тайцзи цюань взятые из венчун или из хунгар и смешанные с какими-то другими комбинациями придуманными на ходу и выдаваемыми за какой-то там стиль за какое-то там супер направление якобы действующее действительно в качестве самообороны ну а сейчас пожалуйста смотрите смотрите внимательно на всю правду китайских восточных единоборств смотрите внимательно на каких тросиках они летают как они одной рукой держат тяжелый тяжелое копье которое невозможно одной рукой удержать внимательно смотрите у и вы увидите все тросики вы увидите все все вот эти вот трюки которые вам потом преподают преподносят как действительно настоящее боевое искусство вот вам весь смысл китайских боевых блин нафиг направлений смотрите внимательно вот она бросает свое копье вот она его схватила вот смотрите видите тросик уходит вправо тросик что я еще могу сказать ну вот смотри а вот это вот кстати вот это у нас просто парень китаец стебется над всеми китайскими стилями ушу звериные или насекомые ядные или еще какие нет ему в пластике в конечно не откажешь но вот именно вот в этих движениях он и объясняет всю вот эту несуразность абсурдность звериных стилей ушу в общем перед тем как куда-то идти записываться проверьте информацию стоит ли действительно вот и ерундой заниматься или или лучше пойти к примеру на самбо или на обычную борьбу не забудьте подписаться на канал и всем удачи пока